Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Узнать о проблемах и вместе найти пути решения. Глава города Елена Лапушкина продолжает личные встречи с семьями мобилизованных самарцев. Одна из таких встреч прошла в Куйбышевском районе. На улице Полевой завершается вынос коммуникации. В начале декабря начнутся буровые работы. В областной столице продолжается строительство новой станции метротеатральная. Пройти диагностику и выявить патологии на ранней стадии. Самарский областной онкодиспансер доознащают оборудованием экспертного класса. Глава города Елена Лапушкина продолжает личные встречи с семьями мобилизованных самарцев. Из первых уст узнает, какие проблемы их волнуют и предлагает варианты решений. Одна из таких встреч прошла в Куйбышевском районе. В обсуждении приняли участие глава районной администрации Алексей Крабков и руководители департаментов образования, транспорта, опеки и социальной поддержки. К главе города обращаются с самыми разными вопросами. Кому-то нужна помощь в получении социальных льгот для детей, кому-то необходимо помочь оформить кредитные каникулы или обеспечить техническим оборудованием для связи с родственниками. Как отметила Елена Лапушкина, все вопросы разбираются индивидуально, в том числе на уровне администрации районов. За каждой семьей мобилизованных закреплены кураторы. Помощь продолжится и в будущем. Все необходимые усилия мобилизованы, чтобы сохранить ритмичность строительства метро в Самаре. Напомню, что для возведения новой станции «Театральная» в зонах метростроя переустраивают инженерные коммуникации. В настоящее время это работа в стадии завершения. Вместе с тем уже заключены два государственных контракта на подготовку и разработку стартовых котлованов. Сначала их обустроят на улице Галактионовская, затем на площадке строительства в районе улиц Новосадовой-Полевой, которая постепенно увеличивается. О промежуточных результатах работ на всех участках и минимизации неудобств для жителей в репортаже Виктории Шарой. На первый взгляд никаких работ на этом перекрестке Галактионовской и Красноармейской не ведется. О том, что здесь полным ходом идет строительство станции метро «Театральная», прохожим говорят. Разве что перекрыты улицы, ограждения и информационные баннеры. На самом деле работы и на Галактионовской, и в прилегающих скверах кипят. А непосредственно на перекрестке они сосредоточены под землей. Поэтому оценить их масштаб пока могут только специалисты и участники процесса. Работы выполняются строго по графику. Об этом рассказали на совещании в мэрии, которое прошло под руководством первозаместителя главы Самары Владимира Василенко. Под дорогой проезжей частью Красноармейской уже протянут водовод. Для переустройства коммуникации властям, заказчику и подрядчику удалось найти компромисс с собственниками, расположенной на углу столовой. Ведению работ по строительству метро она не мешает. И с сегодняшнего дня таким же образом, закрытым способом, совершенно незаметно для автомобилистов и пешеходов, начали делать прокол через Галактионовскую. Из-за чего водовод выносит? Он раньше проходил по улице Красноармейской, но так как там заканчивается тягово-понизительная подстанция станционного комплекса, его пришлось вынести кольцом чуть дальше. Как раз таки прокололи под столовушкой, повернули его через Галактионовскую, вышли и выйдут через неделю на противоположной стороне. Потом кольцо замкнется через лотте и уйдет опять по Красноармейской, по ранее подлегающей территории. Там сложность по воде состоит, что нужно делать врезку в действующую сеть, которая идет межпути, я так называю, по Красноармейской. Вот здесь на сегодняшний день находим компромисс, где две врезки нужно будет сделать. Это будет в объеме трех-четырех дней делаться, не более того. На это время движение на пересечении Галактионовской и Красноармейской будет перекрыто. Работы по врезкам планируется начать под выходные, когда нет напряженного дорожного трафика. На следующей неделе заказчик и подрядчик предоставят график ближайших работ. Власти подчеркивают, что одной из приоритетных задач в ходе строительства метро остается минимизация неудобств для горожан. Кроме того, в дальнейшем на этом перекрестке предстоит продолжить перенос сетей. Чтобы свести неудобства жителей к минимуму, эти работы будут проводиться в праздничные дни с 30 декабря по 8 января. Проезд на перекрестке в этот период будет сужен на ширину одной полосы. На период, когда трамваи следовать через перекресток не смогут, перевозки горожан будут осуществляться автобусами. Что касается ближайших дней, то как только водовод переподключат, а это должно произойти в конце следующей недели, начнутся основные работы. Уже заключены два государственных контракта на разработку стартовых котлованов. Сначала работы развернутся во всем масштабе на улице Галактионовской. Вскрывают котлован, начинают разработку, в ближайшее время полностью дойдут до отметки 20 метров. И в начале декабря, ближе к началу декабря, привезут тоннель-проходческий механизированный комплекс. Начнут его складирование, в середине декабря начнется монтаж, уже непосредственно в стартовом котловане будущего, счета, который пойдет на улицу Полевой. На пересечении Полевой и Новосадовой также скоро появится стартовый котлован. Вынос коммуникаций там перешел на завершающую стадию. На сегодня эта задача выполнена на 70%. С начала декабря планируется начать буровые работы. После окончания работ по восстановлению благоустройства схема организации дорожного движения претерпит изменения. Схема организации дорожного движения изменится после того, как завершится восстановление благоустройства проезжей части дорог, задействованных в выносе сетевых коммуникаций. Будут открыты две полосы движения вверх по Полевой. Также будет возможен правоповоротный маневр с улицы Самарской на Полевую. Помимо этого планируют оставить свободное одну полосу улицы Новосадовой, преследовании от Первомайской с выездом на улицу Полевую. Сейчас площадку строительства в районе улицы Новосадовой и Полевой увеличивают. Постепенно монтируют новые ограждения вплоть до улицы Первомайской. Тревогу жителей дома, расположенного на пересечении Полевой и Новосадовой, напротив ресторана быстрого питания, вызвал тротуар, на котором некоторое время назад заметили дефекты покрытия. Строители обследовали участок, выполнили первостепенные работы, завершив при этом восстановление старых сетей. Поставили там маячки и держат ситуацию на контроле. Жители заверяют, что беспокоиться не стоит, все необходимые меры предпринимаются. Безопасно в данной ситуации сделают усиление по части фундамента, потому что сейчас берут изыскания по поводу фундамента. Ничего на сегодняшний день сверхординарного не происходит. Еще раз повторяю, на любой стройке всегда возникают какие-то либо вопросы. На временном проходе по тротуару рядом с домом, банком и кафе уложен дощатый настил. В дальнейшем локацию полностью благоустроят. На этом перекрестке все работы, связанные со строительством метро, также организованы в соответствии с графиком. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. В Самаре в районе Барбошиной поляны изменят организацию дорожного движения. Корректировки затронут улицу 9-я просека, 5-я линия. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Техническое задание разработано и согласовано с ГИБДД. На 5-й линии 9-й просеке установят знаки запрета остановки и стоянки транспорта. К примеру, они появятся на перекрестках с улицами Почтовой, Ольховской, Красильниково, Сквозной, Солнечной и на пересечении со 2-й линии 9-й просеке. Это сделают, чтобы дорогу не заставляли машинами и не мешали проезду другого транспорта. В Самарский областной онкодиспансер дооснащают оборудованием экспертного класса. Это происходит в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Благодаря поставкам новой аппаратуры появилась возможность проводить диагностические исследования на еще более высоком уровне, что в свою очередь позволяет выявлять патологии на ранней стадии. Подробности у Светланы Тимофеевой. Ирина Колпакова готовится к повторному контрольному обследованию в Самарском онкоцентре. Полгода назад ей успешно удалили полипы в кишечнике, которые могли перерасти в злокачественные. Сегодня женщина чувствует себя хорошо. Все прошло без осложнений. Жалобы, в общем-то, прекратились. К счастью, полип был доброкачественной природой. Счастливая случайность. Или наоборот, счастье. Самарский областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта получил самое современное эндоскопическое оборудование, которое позволяет проводить диагностические исследования, в том числе и патологии желудочно-кишечного тракта на еще более высоком уровне. За счет аппаратуры такого класса улучшается качество диагностики, улучшается и расширяется сложность операций. Кроме этого, достаточное количество эндоскопов, которые мы смогли приобрести, позволило нам где-то на одну треть за последние полтора года увеличить ежедневный поток пациентов. Ежедневно врачи эндоскопического отделения обследуют от 80 до 100 человек. Это стало возможным за счет того, что теперь новая аппаратура с высоким качеством изображения стоит в шести кабинетах и пациента гораздо меньше ждут своей очереди. Всего в эндоскопическое отделение поступило более 20 единиц оборудования. Обследование проводится на аппаратуре с высокой четкостью изображения. Мы можем там, используя вот эти эндоскопы, применять уточняющие методики, осмотр в узком спектре света, осмотр с увеличением, что позволяет детализировать даже минимальные изменения слизистой оболочки и выявлять предопухолевую патологию и опухолевую патологию на ранней стадии. По статистике, колоректальный рак остается вторым по распространенности видом онкологических заболеваний в Самарской области. Высокий показатель, в первую очередь, обусловлен поздним обнаружением. Новая аппаратура позволяет выявлять патологические очаги на ранней стадии. Своевременно выявленный колоректальный рак излечим. И при постановке раннего диагноза 9 из 10 пациентов могут быть спасены. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях страны. Ограничения ввели 24 февраля и теперь запрет действует до 21 ноября. Ограничения распространяются на аэропорты Ханапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно. Между тем, с 19 ноября открывается продажа туров из Самары в Египет. Прямые чартерные перелеты будут проходить раз в 10 дней. Бюджетный отдых в Хургаде обойдется в 114,5 тысяч рублей. В стоимость входят перелеты и проживание в трехзвездочном отеле, по системе «Все включено». Самый дешевый тур с аналогичными параметрами в четырехзвездочной и пятизвездочной отеле будет стоить 126 тысяч рублей. Далее коротко о других темах дня. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Документ был подготовлен Министерством просвещения. В Кабмине предложили ограничить число единовременно усыновляемых одним ребенком. Также правительство считает нужным проводить социально-психологическое обследование не только желающих стать приемными родителями, но и детей-сирот. Кроме того, правительство предлагает органам опеки и попечительства сопровождать опекунов и детей-сирот, а для контроля за условиями жизни и воспитанием детей под опекой Кабмин хочет привлекать психологов, педагогов, юристов и других специалистов. В случае одобрения инициатива вступит в силу с 1 сентября следующего года. Детям в России хотят разрешить работать с 14 лет без согласия органов опеки. Такой законопроект внесли в Госдуму. Будет достаточно согласия одного из родителей или законного представителя. Кроме того, проектам предлагаются условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника, если есть результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности. Подчеркивается, что это касается только легкого труда, не причиняющего вреда здоровью подростка. При этом он сможет работать в свободное от получения образования время. Многодетная семья из Большечерниговского района Самарской области благодаря социальному контракту организовала свою ферму. Андрей Пожарный, супруга Людмила, школьный учитель. Они воспитывают троих детей. 11 лет назад начали заниматься разведением крупного рогатого скота. В 2013 году семья из Сингалиевых впервые обратилась за получением социального контракта на приобретение коровы. Теперь в хозяйстве насчитывается более 40 коров, около 20 бычков, 9 лошадей, 70 овец. Семья получила второй соцконтракт – 250 тысяч рублей. Из года в год мира соцподдержки как соцконтракт становится все более популярной. С начала года уже более 7300 жителей Самарского региона смогли увеличить свой доход с помощью соцконтракта. В Самаре телефонные мошенники украли у 59-летней женщины 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Самарской области. Неизвестный позвонил пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина утверждал, что родственник женщины пытается снять средства с ее банковского счета. В ответ она сказала, что не знает знакомого с такими данными. После недолгой паузы звонивший сообщил, что в таком случае с ней свяжется работник банка. Вскоре с помощью одного из мессенджеров с местной жительницей связалась женщина, представилась с финансовым работником. Она убедила пенсионерку взять кредит на 100 тысяч рублей, чтобы банк смог узнать, кто из сотрудников распространяет ее персональные данные. После того, как пострадавшая перевела деньги на указанный счет, собеседница прекратила разговор. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В предстоящие выходные сотрудники госавтоинспекции проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Приоритетная цель рейдов – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии объединения. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. День российского полицейского отметили и воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД. Для будущих стражей порядка выступил Самарский муниципальный духовой оркестр с новой концертной программой. Тему продолжит наш корреспондент. Иван Широков мечтает о службе в полиции. Свой выбор он сделал еще в пятом классе. Поступил учиться в Самарский кадетский корпус МВД. Юноша продолжает семейную династию. Мать работает в полиции. Брат – росгвардеец. Иван планирует служить оперуполномоченным, ловить преступников. Для него главное – закон и порядок. В этом и заключается, по его мнению, патриотизм. А еще знание истории России. Досконально изучаем, где, как и кем был основан первый кадетский корпус и последующий кадетский корпус. Патриот, я так полагаю, это человек, который, скорее всего, сможет отдать жизнь за родину. Человек, который гордится своей страной, своим государством. Хабибулла Магомедов зачитывается английскими детективами. Шерлок Холмс – его герой. Когда вырастет, будет, как и он, быстро раскрывать преступления. Поэтому сейчас прилежно учится на первом курсе в Самарском кадетском корпусе. Он очень умный и умеет мыслить головой. При том, что, когда бывает сложное расследование, он все равно и ищет правду. День полиции, будущие стражи закона и порядка отметили торжественным построением на кадетском плацу. А вечером к ним приехал с концертом Самарский муниципальный духовой оркестр. Программа новая «Служить и защищать» – часовая, рассказал директор Юрий Тазарычев. В нее вошли как патриотические произведения, так и развлекательные. Я чувствую, что мы здесь нужны. И это взаимно. Нам тоже очень приятно смотреть на эти ребят. Лица их какие-то живые, веселые, радостные. Я думаю, что вот здесь они получают настоящую, хорошую учебу, закалку для будущей профессии. В Самарском кадетском корпусе учатся 350 воспитанников с 5 по 11 класс. Кроме общеобразовательных предметов, подростки изучают и специальные. История полиции, государства российского, строевая подготовка. Спорт и патриотизм тоже в приоритете. Ежегодно кадеты – участники парадов победы и памяти на площади Куйбышева. 9 мая и 7 ноября. Мы готовим настоящих мужчин для продолжения службы в системе органов внутренних дел. Ежегодно проводятся военно-спортивные сборы «Наследники победы», которые приурочены к празднованию 9 мая. Все тематические вечера, встречи с ветеранами. Это, конечно же, во главу угла ставится в наше непростое время. Это именно патриотическое воспитание. Музыканты оркестра солидарны с руководством кадетского корпуса и уверены, что их выступление перед юными кадетами внесло вклад в патриотическое воспитание, в сохранении исторической памяти и духовно-патриотических ценностей, среди которых любовь к родине, уважение к традициям своего народа, укрепление высокого патриотического духа. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Тем временем музейное пространство «Истоки» библиотеки народов по Волжья принимает участие в первом всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов, который проводится в год культурного наследия народов России. В настоящее время идет онлайн-голосование. Отдать голос можно до 20 ноября. Напомню, детская библиотека номер 14 на Ленинградской 7 открыла свои двери в прошлом году после комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Культура». Выставочное пространство включает в себя несколько локаций. Это литературная палуба «Волга рядом», семейная гавань, печки-лавочки, медиазал «Комп-Ас», мастерская «Волжская артель», выставочное пространство «Истоки». В каждой локации доминирующую роль играет книга. Общий фонд библиотеки составляет почти 33,5 тысячи экземпляров. Из них более тысячи на национальных языках Поволжья. Татарском, чувашском, мордовском, украинском, армянском, казахском, азербайджанском, узбекском, белорусском, башкирском, таджикском, немецком, еврейском, молдавском. Весь фонд представлен для читателей в открытом доступе. Самарские баскетболисты разыгрывают медали осенней лиги губернаторов в дисциплине 3 на 3, а Толятинская «Лада» прервала серию поражений в ВХЛ. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Назначены арбитры на матче 17-го тура Чемпионата России по футболу. Игру «Крыль советов Ростов», которая состоится в Самаре в субботу 12 ноября, будет обслуживать судья Артем Любимов из Санкт-Петербурга. В Чемпионате России самарцы провели при его судействе три игры. Дважды победили в прошлом сезоне и уступили лишь в сентябре этого года. В Самаре в ближайшие выходные пройдут матчи осеннего сезона Лиги губернатора по баскетболу 3 на 3. В осеннем сезоне примут участие 12 мужских и 6 женских команд. В субботу на площадку выйдут девушки, а также мужские команды в категории претендент. В воскресенье баскетбольный класс покажут мужские команды категории мастер. Столичная «Шарксферст», «Красный якорь» из Нижнего Новгорода, «Самара» и другие. Также в воскресенье сыграют ребята из спортивного проекта «Тихий баскетбол», в котором команды составлены из воспитанников самарских школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Опытнейший защитник Джордан Теодор подписал контракт с баскетбольным клубом «Самара». Спортсмен родился в США, известен по выступлениям в Европе. В России играл за казанский «Уникс». Последним его клубом был итальянский «Эрреер Венеция». В серии «А» он в среднем за матч набирал более 13 очков и делал почти 5 передач. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» прервали серию поражений в чемпионате ВХЛ. Накануне автозаводчане на выезде переиграли «Иш Сталь». В первом периоде счет открыли хозяева, во втором игроки «Лады» усилиями Бусарова и Железнова отыгрались и вышли вперед. Но под занавес игрового отрезка ижевчане реализовали большинство. Ни в третьем периоде, ни в овертайме соперники забить не смогли, поэтому судьба матча решалась в серии булитов. Героями которой стали также Бусаров и Железнов, реализовавшие свои броски. Иголки пертольяттинцев Вадим Никитин, не пропустивший от оппонентов. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре проведут инклюзивный фестиваль детского творчества «Особый формат». Он пройдет с 14 по 20 ноября в Центральной городской детской библиотеке. Участников ожидают мастер-классы по разным направлениям – изобразительное искусство, дизайн, художественное слово, а также арт-встречи. Фестивальная неделя завершится галоконцертом. Инклюзивные коллективы покажут свои творческие номера, исполнят песни и танцы, прочтут стихи, презентуют декоративно-прикладное творчество. Также подведут итоги фестивальной недели и продемонстрируют результаты творческих мастер-классов, подделки и видеорепортажи. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. В день проведения футбольного матча между Крыльями Советов и Ростовом к стадиону подадут дополнительный транспорт. Начало игры в субботу в 15 часов. Для удобства зрителей по окончании матча дополнительные трамваи номер 11, 12 и 25 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара-арена». Также к остановке общественного транспорта улица Алматинская будут поданы дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке улица Дальняя пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, следующие до мехзавода, управленческого, Красная Глинка и микрорайона «Крутые ключи». Об этом пишет телеграм-канал Департамента транспорта «Самары». На базе Кировского комбината школьного питания состоялось рабочее заседание представителей Общественной палаты Самарской области Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара, регионального управления Роспотребнадзора и работников Департамента образования по обсуждению вопросов организации питания детей в школах и детских садах. Комбинат предоставляет питание 76 муниципальным образовательным учреждениям Кировского советского железнодорожного районов – это 44 школы и 31 детский сад. На выездном мероприятии участники ознакомились с производством и осмотрели условия хранения продовольственных товаров и сырья, информирует Департамент образования Самары. В Куйбышевском районе прошел очередной обучающий семинар в рамках работы регионального центра поддержки председателей МКД ТСЖ ТСН ЖСК «Мой дом», инициированный губернатором. В тренинге приняли участие заместители главы Куйбышевского района по вопросам ЖКХ Ирина Сазонтьева, а также депутаты Кубернской думы. Основные ключевые темы семинара – разъяснение прав граждан на тишину и покой жильцов многоквартирных домов, знакомство с системой ГИС ЖКХ. В рамках регионального центра «Мой дом» работает телефон горячей линии 8 800 55 55 263, по которому вы можете не только получить консультацию, но и записаться на обучающий информационно-правовой семинар и оставить обращение, пишет телеграм-канал Куйбышевского района. 11 ноября в России отмечают День экономиста. В 2015 году праздник стал официальным. Дата празднования связана с историей экономического развития страны. В этот день в 1765 году было основано Императорское вольное экономическое общество. Эта организация стремилась к просвещению и выработке принципов экономического развития государства. Осуществлялись и практические действия на пути достижения цели, развития и роста экономики России. Недаром символом общества стал герб с изображением пчел, летящих в улей и несущих мед. А девизом «Слово полезное» пишет телеграм-канал администрации железнодорожного района Самары. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. 11 ноября во многих магазинах и маркетплейсах началась Черная пятница. Мы спросили у наших подписчиков, пользуются ли они подобными акциями. 65% проголосовавших считают, что это обман. 33% покупают ту вещь, которую давно хотели, а 2% ответивших закупаются по полной. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, хороших выходных!